Три года назад на этой ферме было всего столько яиц. Сейчас же в инкубаторе созревает лишь 50-я часть нового поголовья. Точную цифру пернатых не знают даже хозяева. Есть примерно более 7 тысяч птиц. Они вот так, где-то, переворачиваются. Через каждые два часа они. Яички перекладываем сюда, они здесь выводятся. Идем уже туда. Идея открыть перепелиный бизнес возникла у сыновей Альберта Шагиняна. Младший закончил Красноярский аграрный институт и решил работать на себя. Получив субсидию на развитие малого бизнеса, тогда 58 тысяч рублей, денег хватило на материалы для клеток, сырье для корма и лишь на три сотни яиц. Птичники конструировали клетки сами. Решетки под наклоном, чтобы птицы не портили яйца. И им проработали систему кормежки. Теперь на ферме сотни клеток и скоро места для новых птичьих домов не останется. В год одна перепелка дает примерно 280 яиц. Инкубационный период максимум 18 дней. То есть за год число пернатых может увеличиться в несколько тысяч раз. В этой части здания что-то нечто ясенной группы. Здесь находятся совсем маленькие птенцы, ну примерно где-то им три дня от роду. Здесь очень тепло, а главное влажно. Это главное условие, чтобы они хорошо развивались. Здесь должно быть не менее 60% влажности. А еще здесь нельзя громко разговаривать и включать яркий свет. В общем, птицы достаточно привередливые. Зато мясо перепелки гипоаллергенное, а яйцо не подвержено сальмонеллезу и никогда не портится. Ну сложишься, ухаживать, убираться, чтобы чисто было все. Яички собирать, щипать птичь. Все, труд есть. Трудно, но выгодно. Деликатесные яйца и мясо в несколько раз дороже куриных, но и гораздо полезнее. Яйца, как известно, имеют целебное свойство, помогают даже бросить курить. К тому же перепела в наших краях редкость, конкуренция слабая. Копьевскому фермеру за продукцией стали приезжать каптовики из Красноярска. Теперь в планах у семейной фермы увеличить пернатое поголовье до 20 тысяч и выйти в розничную торговлю самим, без посредников. Мария Добрынина, Станислав Колченаев, Вести Хакасия. Мария Добрынина, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.